МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Пожар в новостройке. По предварительной версии причина взрыв газовых баллонов. Потерял лицо. У дома на улице Магнитогорская обвалился фасад. Обыкновенное чудо. Герой программы «Право на маму» Кирюша нашел родителей. Еще один ледовый дворец появится в Самарской области. Губернатор Николай Меркушкин во время рабочего визита в Безенчукский район торжественно открыл в первую очередь социально-спортивно-оздоровительного комплекса. Это два бассейна для взрослых и детей, оборудованные гидроподъемными устройствами для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. В комплексе есть тренажерные, гимнастические залы и зал для занятий теннисом. В будущем здесь появится универсальный спортзал с трибунами, а также стадион с искусственным травяным покрытием и беговыми дорожками. Мы можем претендовать на самые высокие места в любых соревнованиях, но самое главное – вовлечь подрастающее поколение в занятия спортом, пропагандировать здоровый образ жизни и чтобы для каждого, каждого, я еще раз хочу сказать, спорт, физкультура стала неотъемлемой частью его жизни. Также во время визита в Безенчук губернатор Николай Меркушкин прокомментировал ситуацию с провокационными материалами, которые стали появляться в последнее время. «Устраивают это люди, которые привыкли бесчестным или незаконным путем зарабатывать политические очки или же реальные деньги», – отметил глава области. Именно разногласия финансового характера, когда правительство региона отказалось идти на уступки и принимать участие в работе серых схем, послужили началом кампании по распространению провокационных материалов против действующей власти. Отправной точкой, по мнению губернатора, стало дело по реконструкции здания фабрики кухни. И вдруг через 8 месяцев приходит проект оттуда на 1,2 млрд. Понятно, что я сразу отказал, сказал, оттуда 400, а 800 уже 60 от нас. Мы договорились, 50-100 от нас. И у нас денег таких сейчас, в бюджете нет, просто нет таких денег. Мы отправили этот проект. Он пришел там с 800, с чем-то миллион. Мы тоже отправили этот проект. Сейчас этот проект на 580 миллионов, согласованный с ними. Понятно, что те, которые туда закладывали свою долю, часть из них арестованы, а часть еще кто знает, чем кончится. И еще об одном политическом инциденте. Из главы города Олега Фурсова к адвокату Андрею Соколову завершился примирением сторон. Процесс стартовал в Октябрьском районном суде. Но до заседания дело так и не дошло. Спор урегулирован. Сам Андрей Соколов так пишет об этом в своем блоге. Действительно, некоторые фразы в публикациях были некорректны, о чем я сожалею. По итогам переговоров подписано мировое соглашение, в соответствии с которым я удаляю спорные публикации. Полагаю, что обсуждение этой темы стоит также окончить конец цитаты. Черный дым окутал сегодня утром центр Самары. Горела новостройка. Как сообщили очевидцы, в жилом комплексе «Империал» на верхних этажах прогремели несколько взрывов. Что это было на месте, выяснила Лариса Шалафаст. Взрывы на крыше прогремели в 9 часов утра. Скорее всего, причиной стало нарушение пожарной безопасности. О пострадавших пока ничего не известно. На месте работают пожарные и газовая служба. Местные жители рассказывают, сначала не поняли, что произошло. Дом семьи Ковалевых стоит впритык к забору стройки. Их единственных не отселили до начала строительства. Мы слышали утром один взрыв. Я сначала думала, что это на Волге что-то. Затем второй. Дом качается. Ребенок что-то тоже волнуется. Говорит, что это такое, что это такое. Пацан, второй. И третий взрыв. На территории лежат фрагменты разорвавшихся газовых баллонов. Очевидцы говорят, что видели, когда их привозили на стройку. На той неделе там баллоны были. Она видела, писала в фракуратуру, что ли. Я-то не знаю, подальше было. Никто не реагировал. После взрыва столб густого черного дыма доходил до железнодорожного вокзала. Самарцы начали сразу выкладывать видео в социальные сети. Ой! Офигеть! Как сообщают в управлении МЧС, площадь возгорания в итоге составила 25 квадратных метров. Произошел взрыв трех баллонов, предположительно. Основная сложность заключалась в том, что отметка 74 метра. Поэтому сейчас вы видели, да, что доставка стволов осуществлялась вручную практически на эту отметку. Вызвана лаборатория испытательная наша, которая сейчас будет проводить уже детальное разбирательство. И причины будут установлены окончательно. После взрыва газовых баллонов загорелся утеплитель. Пожар полностью потушили через 40 минут. По предварительной информации МЧС, пострадавших при пожаре нет. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Неприятный сюрприз ждал и жителей дома на Магнитогорской. Фасад, который и так не отличался выразительностью, лишился части облицовки. Два метра декоративной кирпичной кладки буквально сошли со стены. Вместе с управляющей компанией люди пытаются выяснить причины. И главное понять, как вернуть лицо дому. Наша съемочная группа побывала на месте ЧП. Все случилось неожиданно, не про этот случай. Жители пятого дома по улице Магнитогорской давно ждали, когда же кирпичи на фасаде сползут на землю. Началось все с малого. Два года назад, что вот это отслоение появилось, там была маленькая трещина. Мы уже начали с этим управляющей компанией говорить. Об этом отслоение. Это ожидалось. Была разница уже от стены, отход большой. Мы знали, что вот-вот очень боялись. Сейчас надо проверять все и делать с заключением специалистов. Сейчас нельзя просто замазать и все. Это будет просто на время. На месяц, на два, не больше. Мы даже до зимы не выдержим. Хорошо прохожих рядом не было и никто не пострадал, кроме самого дома. Зданию 20 лет. И это не первая его потеря. Облицовочная плитка с декоративных пилястров давно облетает. Незамысловатые архитектурные элементы разрушаются уже на трех подъездах. Строительный полтергейст происходит и в квартирах. Посреди ночи раздается треск плитки на полу, рассказывают жители. Последний раз вот они взорвались. Вот это взорвалось. Это я чуть-чуть склеила. Клеим вот. Вот пошла трещина. В управляющую компанию совет дома обращался неоднократно. Просили провести технический осмотр и ремонт, но пожелания оставались на бумаге. Когда гром грянул, сотрудники коммунальной организации согласились, необходима строительная экспертиза. Вызовем специалистов, проведем строительную экспертизу и уже по результатам будем определять мероприятия, какие необходимо произвести. Чтобы не угрожало это жизни и здоровью, мы проведем отбитие вот этого вот кирпича, декоративной плитки, чтобы не было угрозы обрушения в дальнейшем. И оградим опасный участок. Назвать причину, по которой пострадала облицовка, управляющие компании пока не могут. Провести экспертизу обещают до конца апреля. Олег Зверев, Марина Кравцова, Константин Головин. События. Сильного паводка в Самарской области не ожидается. По информации МЧС, в зоне подтопления в этом году могут оказаться Пестравский, Богатовский, Кошкинский и Красноармейские районы. Уровень воды за неделю на реке Самары вырос на 10 сантиметров, на реке Чигра на 40 сантиметров. Сейчас подтоплены несколько дворов в Кенеле и мост в Пестравском районе. Ситуация под контролем. На этих участках спасатели дежурят круглосуточно. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют повышение температуры до 18 градусов. Вода может пребывать. Ситуацию в каждом муниципальном районе области обсудили на видеоконференции. Теперь такие совещания будут проходить регулярно. Каждую неделю планирую, Александр Иванович, проведение селекторных совещаний, видеоконференций по этим вопросам. Не считая других, а по этим обязательно. И доклады, какие обстановки. Дышать в Самаре станет легче. Почти 700 улиц приведет в порядок специальная техника. В прошлом году городские власти закупили партию универсальных уборочных машин. Принцип их работы, как у домашних пылесосов, только масштабы больше. Марина Матвейшина изучила все нюансы генеральной уборки города. У городских тротуаров начались СПА-процедуры. Сначала освежающий душ, затем очищающий массаж щетками, которые полируют асфальт до блеска. Специальная миниатюрная техника делает это максимально аккуратно, но очень настойчиво. Благодаря своим размерам машины пройдут даже по узкой дорожке. А вот проезжая часть пока только готовится к банным процедурам. Рабочие убирают крупный мусор, а затем по краю дороги обязательно проходит пылесос. В период весны, когда снег ставит, пыля седает на дорогах, если ее в облине не убрать, то она ссыхается и получается практически в состоянии камня, которого очень трудно отодрать. И практически в период весь летний период начинает пылить. Это на асматиков действует, это также на внешний вид города, то есть это запыленность машин, фасадов, знаний, обуви, по крайней мере, одежды людей. Убрать пыль нужно пока в городе еще прохладно, чтобы в жару дышать было легче и свободнее. Чтобы пыль именно убиралась, а не поднималась воздух, насчет есть специальные форсунки. Откуда поступает вода? Пыль мокнет и уже влажная поступает в накопительный бункер. В этом году вакуумные машины вышли на дороги раньше обычного. Часть их переоборудовали, потому что они универсальные. Зимой их использовали для уборки снега, теперь спецмашины убирают пыль. Пропылесосить предстоит 700 улиц. Темпы наращивают каждый день. Днем работают 17 пылесосов, ночью 10. В дневное время затруднение составляет то, что приборкованная машина очень сложная. В целом люди с пониманием относятся, кто-то выходит, переставляет машину. Мы справляемся, работаем по плану. В две смены у нас, ночная и дневная, ночью, конечно, более удобно работать. Частично проблему загруженных обочин решает установка дорожных знаков, запрещающих парковку в определенные часы суток или дни недели. Наводит лоск не только в центре города, но и в отдаленных районах. Здесь рабочие выбирают такой график, чтобы максимум работ сделать днем. Ночью там все заставлено автомобилями. А когда столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, дороги начнут мыть специальным шампунем. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Один из самых важных христианских праздников – Благовещенье Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные. Благовещение всегда выпадает на 7 апреля. Несмотря на то, что это время Великого Поста, церковью допускаются послабления. В народе верили, что на Благовещенье можно просить у Бога исполнения самых заветных желаний. Для героя программы «Право на маму» маленького Кирюши сегодня тоже свершилось обыкновенное чудо. У него началась новая жизнь. 21 марта мы показали его в эфире, а сегодня малыша проводили в приемную семью. О неслучайных знаках судьбы материал Инессы Панченко. Сегодня он в очень хорошем состоянии. И он даже вам поговорит. Свою новую маму Кирюша еще не видел. Семья живет в другом регионе, а перед отъездом неожиданно заболел один из малышей. За Кириллом в Самару приехали папа и бабушка. Счастье свалилось на мальчика лавиной. У него теперь будут не только родители, но и много братьев и сестер. У нас семья большая. Мы как бы привыкли к народу, скажем, детям. У меня и мама семья была большая. Мы его год назад похоронили, и 102 года было. В жизни Сергея Игули много знаковых случайностей. Своего ребенка супруги смогли родить только после того, как взяли троих приемных. Разница в датах рождения Кирюши и его сводного брата всего две недели. Это восьмое число восьмого месяца. Все приемные дети Сергея по отчеству Сергеевичи. Ну а день, когда Кирилл отправился в новую семью, выпал на Благовещение 8 апреля. Без Веры долго не живут, а с Верой пройдем все. Поэтому я не знаю, как сложится дальше судьба. Я могу только предполагать, но мы будем стараться все сделать для того, чтобы у нас все получилось, чтобы он был здоров. Грусть от расставания, радость за Кирюшу, чувство всего персонала дома ребенка. Здесь отлично понимают, как непросто будет растить малыша с такими сложными диагнозами. Он умненький, хорошенький, общительный, но с ним и очень много требуется работы. Я имею в виду педагогическая работа, да? Внимание. Да, но в то же время они получат от него очень много тепла, очень много нежности. Раз, два, три. Опа! Красота! Ура! Едва ли не больше других мечтали о семье для Кирюш самарские волонтеры. Поэтому провожали мальчика сегодня, как не каждую вип-персону. Кроватка Кирилла пока опустела, но в сиротских учреждениях региона остаются еще более 600 детей. Им тоже нужна благая весть. Инесса Панченко, Константин Головин, События. Конструкторы двигателей и ракеты, будущие ученые, встретились в одном зале. Во Дворце культуры имени Литвинова прошла торжественная конференция, посвященная 55-летию первого полета человека в космос. Сегодня космическая тематика в Самаре звучит повсюду. В городской системе образования техническое творчество – одно из приоритетных направлений. Им занимаются более 7 тысяч подростков. Олег Зверев ознакомился с творчеством юных конструкторов. О том, как пытливый человеческий разум проник в тайны Вселенной, они узнают не только на школьных уроках и конференциях, но и сами уже делают первые шаги в освоении космического пространства. Правда, пока только в рисунках, макетах и моделях роботов. А сегодня им представилась возможность заявить о своих планах. Антонина Баранова привезла свою модель, выполненную на 3D-принтере. Мы создали 3D-модель проекта «Энергия Буран». Мы его напечатали на 3D-принтере. Это за него 11 суток. Аэрокосмическое направление, ставшее в свое время подъемной силой в развитии города, превращается в национальную идею для Самары. По этим работам видно, что космическая тематика снова в тренде. И хотя пока для авторов этих работ это незнакомая звезда, есть надежда, что будет кому двигать космические проекты и летать в космос. Торжественные конференции, посвященные 55-летию первого полета человека в космос, прошла в ДК имени Литвинова. Эти стены были свидетелями побед и достижения Куйбышева, Самары, авиационной и космической в разные годы. И вот теперь вместе с ветеранами в зале молодежь и будущие ученые. С поздравлениями, с предстоящим юбилеем обратился Олег Фурсов, глава города, вручил почетные грамоты и дипломы. Заслуженные работники отрасли награждены вместе с молодыми конструкторами и школьниками. Очень приятно было видеть на этой сцене молодых, устремленных в будущее ребят, которые с сегодняшним своим трудом делают прекрасные научно-технические разработки, которые составят честь и славу нашего города в той череде успехов, которые были созданы прославленными коллективами ракетно-космических предприятий. В числе награжденных мастер цеха предприятия «Кузнецов» Александр Коновалов о своей работе рассказывает, как о наиболее перспективной в городе. «Модернизация идет полным ходом. Сейчас открывается цеха с современным оборудованием, строятся новые корпуса». На конференции было много представителей руководства авиационных и космических предприятий. Для них важно присмотреться к тем, кто сегодня делает первые шаги в этом направлении. А в ближайшем будущем пополнят сначала ряды студентов Национального исследовательского университета, а потом и заводов, которые строят самолеты и ракеты. Олег Зверев, Станислав Левин. События. Приняли сразу в двух чтениях депутаты Самарской губернской думы заслушали законопроект о выборах в губернскую думу. В сентябре жителям Самарской области предстоит определиться, кто будет представлять их интересы в региональном парламенте нового созыва. За 12 лет существования закона в него вносилось множество поправок. Теперь областная избирательная комиссия обработала их и сформировала новый, усовершенствованный документ, в отношении которого была проведена антикоррупционная экспертиза. Нарушений не нашли. По сути, своей закон о выборах депутатов Самарской губернской думы не изменился, но стал более лояльным к новым политическим партиям. Раньше в соответствии с законом все политические партии должны представлять было, были во всех 25 одномандатных округах своих представителей. Сегодня цифра установлена минимальное представление своих представителей в 13 округах. То есть тем самым даются более свободные условия. Рост нефтяных цен толкнул вверх рубль. Слово нашему экономическому обозревателю Андрею Трою. Здравствуйте. Нефтерублевая скачка продолжается. На медне американцы заявили о беспрецедентном за последние месяцы снижении добычи нефти и сокращении запасов. В результате котировки подскочили до 39 долларов 77 центов за баррель, а сегодняшний максимум выше 40 долларов. Рост нефтяных цен толкнул вверх и рубль. На 8 апреля Центробанк установил курс доллара США на отметке 67 рублей 79 копеек, курс евро 77 рублей 36 копеек. Золото стоит 2697 рублей за грамм, серебро стоит 33 рубля 17 копеек за грамм. По сценариям экономистов, все санкции должны быть сняты с России в 2018 году. Происходить это будет не сразу, постепенно. А на сегодня это все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. Автобус с пассажирами вылетел в Кювет сегодня на Красноглинском шоссе. Авария произошла около 7 часов утра. По предварительным данным, водителям маршрутного автобуса, двигаясь со стороны поселка Управленческий в сторону мехзавода, не справился с управлением и съехал на левую обочину, после чего автобус перевернулся. В нем находились 6 пассажиров. Двое пострадали, их доставили в больницу. Содрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшедшего. Железная дорога, возможно, будет подведена к границам экономической зоны Тольятти. Пока проект только на стадии обсуждения. Согласно плану, электрифицированные железнодорожные пути протянутся более чем на 8 километров и будут примукать к уже существующей станции Тольятти. Проходить через станцию автозаводская и территорию автоваза. Возможность финансирования проекта рассматривает РЖД. Отделался легким испугом. Спасатели вытащили провалившегося на озере Двубратном в промоину рыбака. Для оказания помощи к месту происшествия был направлен спасательный отряд из Новокуйбышевска. Его продвижение затрудняло большое количество обломков тонкого льда в затонах и протоках водоема. В итоге в тяжелом состоянии с диагнозом сильного переохлаждения мужчину доставили на спасательную станцию, где еще до приезда бригады скорой помощи ему оказали медицинскую помощь. В Самарской области циклон, создающий облака, дожди и мокрый снег постепенно сдается. К выходным, по прогнозам гидромедцентра, в Поволжье придет антициклон. Осадки прекратятся, а температура в дневное время значительно повысится. В субботу, 9 апреля, метеорологи обещают южный ветер и плюс 15, а на следующей рабочей неделе можно ожидать потепления до 19 градусов. 7 апреля исполнилось бы 99 лет Вере Ершовой премия Самарского театра драмы. Вера Александровна работала там с 1943 года и до самой смерти. В 1977 году ей присвоили звание народной артистки СССР. Среди ее наград и государственная премия Станиславского за исполнение роли в спектакле «Золотая карета». Премия «Золотая маска» в номинации за честь и достоинство, и даже ордена. Ее актерская судьба сложилась довольно удачно. Актриса переиграла все роли русской и зарубежной классики. Умерла Вера Александровна в 2006 году. История рода из Самарского края. Прадедушка оператора нашей телекомпании Сергея Баскина в начале прошлого века возглавлял земскую статистику. Со дня его рождения исполнилось 150 лет. В телекомпанию Сергей принес уникальный фотоальбом и поделился редкими данными о жизни и личности Григория Баскина. Марианна Мирная копнула глубже. Наша съемочная группа отправилась в архивы, чтобы разузнать об этом человеке. Таня и Никита Баскины вместе с отцом листают альбом с уникальными фотографиями. Им больше 100 лет. На снимках мужчина с бородой и усами. Их прапрадедушка. Сергей Баскин правнук с гордостью рассказывает своим детям семейную историю. Григорий Иванович внес огромный вклад в развитие самарской статистики. Возглавлял земскую статистику еще в 19 веке. Про моего прадедушку мы буквально информацию сейчас собираем по крупицам, потому что его дочь бабушка, ввиду того, что времена были сложные, она очень сильно всего боялась. И политических репрессий, гонений и тому подобное. Информации очень мало, но мы стараемся ее все-таки собрать. Все фотографии. потому что человек, он был очень интересный, незаурядная личность и тем более, что столько всего полезного сделал для нашей страны. Он родился в 1866 году. Сегодня прошло уже 150 лет со дня его рождения. Но имя Григория Баскина не забыто. Его труды хранятся в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки. Главный библиограф Александр Завальный говорит, деятельность Григория Ивановича не имеет аналогов. Его признал весь мир. Работу оценили не только в Самарской губернии, но и на уровне всей страны. Благодаря ему и его коллегам самарская статистика занимала передовые позиции на протяжении очень долгого времени в России. И статистические сборники, подготовленные в частности Григорием Ивановичем Баскиным, это образец того, как нужно делать подобные документы. В своем игре, мы как говорили, есть ложь, большая ложь и статистика. Так вот, самарская статистика никогда не была ложью. За честность свою и поплатился. Став неугодным власти, Григорий Баскин был расстрелян в 1937-м. Уже после его смерти его дочь реабилитировала честное имя светило земской статистики. Теперь его книги признанная основа, без которой невозможно создать ни один учебник по истории края. Среди сохранившихся трудов Григория Баскина есть самый старинный 1919 года выпуска «Численность сельского населения в Самарской губернии». Посмотрите, книга в очень ветхом состоянии, такой бумаги уже теперь и не встретишь. Всю информацию для этого издания кропотливо собирал ее автор. В конце скромная подпись Григорий Баскин. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. В эфире новости спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре в честь заслуженного тренера России Павла Ивановича Иванникова четвертый год проходит международный турнир под зюдо. На татами вышли 19 регионов России, а также зарубежные команды сборной Казахстана и Азербайджана. В каждом поединке есть на что посмотреть. Вот со своей профессиональной точки зрения я могу сказать, что от каждого поединка можно что-то для себя подчеркнуть. И мы надеемся, что каждый спортсмен сидит даже смотря эти встречи, он для себя обязательно что-то должен подчеркивать. На татами юноши и девушки от 15 до 18 лет. Призеры кроме традиционных медалей получили сувениры, кимоно и денежные призы. Однако не только за награды борются спортсмены. Свою серебряную медаль на этом турнире дзюдоист клуба мужества Денис Кондратьев посвятил основателю Павлу Иваникову. Ему было не главное, чтобы мы боролись, главное, чтобы людьми стали хорошими. Вот это главное у него было. Из нас с людьми он делал. Ну и чтобы боролись тоже хотел. Сборная Самарской области на международном турнире «Мемориал Иваникова» выступила удачно на ее счету 48 наград. 26 бронзовых, 12 серебряных и 10 золотых медалей. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...